В боевом пропуске долгожданное пополнение. С 12 по 23 мая в нём появится дополнительная глава. Это будет новый взгляд на привычное событие охоты на танк. Теперь в рамках боевого пропуска у вас появится возможность получить премиум-машину 8 уровня совершенно бесплатно. Ключевым отличием дополнительной главы от охоты на танк является прогресс. Раньше путь к машине лежал через мастерство или усердие. Теперь это будет единый путь без особых условий. Ведь дополнительная глава будет заполняться очками боевого пропуска. Важно помнить, что в прогресс временной главы будут идти только те очки, которые были заработаны после её активации. Их, как и раньше, можно получить за игру во всех типах случайных боёв, кроме генерального сражения. Также на каждой машине есть свой лимит очков, при достижении которого вам будут начислены дополнительные очки. А играя в случайных боях на ключевой технике сезона, вы будете зарабатывать очки ещё быстрее. Дополнительно вы будете получать очки за выполнение ежедневных боевых задач. Приятный момент в том, что большинство из них выполняются в фоновом режиме, параллельно вашей игре. Если задачи вас не устраивают, то раз в 4 часа вы можете поменять одну из них. Также за выполнение 45 ежедневных задач вы получите дополнительные очки. Для полного завершения временной главы вам нужно пройти 40 этапов. Как и у остальных глав боевого пропуска, тут вас будут ждать две линейки наград — базовая и улучшенная. В рамках базового варианта вы можете получить кредиты, фоны, дни танкового премиум-аккаунта, личные резервы, предбоевые инструкции и главную награду — премиум-машину восьмого уровня. А если вы приобретёте улучшенный пропуск, то наград станет ещё больше. И в конце вас будет ждать новый уникальный 3D-стиль. Также улучшенный пропуск даёт возможность докупать этапы, что позволяет вам самим формировать финальную стоимость главной награды. Можно выбрать, какую часть этапов выполнить самостоятельно, а на какую потратить золото. Главной наградой временной главы седьмого сезона боевого пропуска станет первая чехословацкая премиум ПТ-САУ восьмого уровня ШПТК ТВП-100. Бронирование у машины такое, какого и ожидаешь от лёгких ПТ-САУ. Толщина бронелистов в лобовой проекции башни и корпуса достигает 65 миллиметров, которые без труда пробьют даже шестые уровни. Поэтому придётся много двигаться. Благо с этим у ТВП-100 всё хорошо. Максимальная скорость — 55 километров в час. Удельная мощность — почти 22 лошадиные силы на тонну. Машина с лёгкостью может менять фланги, отступать, когда становится жарко, и одной из первых занимать позиции для отстрела противников. Со стрельбой тоже проблем не будет. У ТВП-100 шикарное орудие. Точность и стабилизация отличные. Сведение просто восхитительное. При таком раскладе и стабилизация не так важна. Вы успеете свестись и между выстрелами, и даже после остановки. Правда, придётся привыкнуть к невысокой скорости полёта снаряда, особенно при стрельбе по подвижным целям. Зато с пробитием проблем точно не возникнет. У базового снаряда оно составляет 270 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы не возить с собой специальные снаряды и подзаработать кредитов. Самое же приятное в орудии — это умение напоминать о себе. И речь о ДПМе. За минуту машина может выдать 2778 единиц урона в базе. Или 3597 при правильной комплектации. Это возводит её в ранг самых кусачих ПТ на восьмом уровне. И хотя среди одноклассников найдутся кандидаты и по скорострельней, никто из них не может так. В целом машина идеально подходит для поддержки союзников с дистанцией. За счёт ДПМа и точности можно сдерживать наступление противников или же не допустить его вовсе. Маскировка неплохая, учитывая размеры машины. Но лучше не рисковать и стрелять из кустов, предварительно откатившись на 15 метров. Однако у такой тактики есть нюанс. Противники могут быть более пассивными и не подставляться, что сведёт ваш ДПМ на нет. В таких случаях нужно играть более агрессивно. Для начала попробуйте сократить дистанцию до второй линии. Если будет возможность использовать кусты — отлично. Если нет, используйте подвижность. Выкатывайтесь из-за укрытия и стреляйте, когда противник отвлекается. Так у вас будет больше шансов нанести урон и сохранить свои очки прочности. В случаях, когда союзники начинают продавливать фланг, можно сократить дистанцию до ближней. Тут в первую очередь нужно занять позицию позади более крепких союзников. Во-вторых, не спешить. ТВП — это машина, которой не надо делать первый выстрел. Ваша задача — выждать, когда это сделает противник, после чего реализовать несколько своих выстрелов. Но не стоит заигрываться. Поддавшись искушению выдать как можно больше урона, вы рискуете потерять всю прочность. Это обратная сторона высокого ДПМа. При выстрелах противника на КД вам нужно быть хладнокровными и контролировать себя. Для такого стиля игры потребуются опыт и сноровка. Поэтому не спешите сразу быть в первых рядах. Попробуйте поиграть от дистанции и привыкнуть к машине. В зависимости от карты и вашего стиля игры на ней, комплектация машины может быть разной. Для поддержки на дистанции — досылатель, маскировочную сеть и стереотрубу. Для более агрессивной игры — досылатель, турбонагнетатель и оптику. Также с помощью полевой модернизации можно подтянуть главные параметры — подвижность, точность и маскировку после выстрела. Среди навыков стоит отметить звуковую разведку, которая поможет вовремя уходить от выстрелов артиллерии. ШПТК ТВП-100 — ПТ-САУ с обманчивым видом. Да, с одной стороны у неё нет брони, с другой — это не мешает ей быть в гуще событий. У неё мало ХП, но когда вы попадёте к ней в прицел, у вас их тоже станет мало. ШПТК ТВП-100 доказывает, что самое важное в танке — это его командир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова